Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щековская Екатерина. Мы с вами уже разобрали, кто такой дизайнер одежды и какой у него функционал. Если вы не посмотрели это видео, рекомендую ознакомиться, чтобы понимать вообще, кто это, что это, чем он занимается, что он должен уметь и какими навыками владеть. А сегодня мы поговорим, как же заработать на этой профессии. Я когда начинала только обучаться, на этом не заработаешь, там картинки рисовать и так далее. На самом деле такая же работа, как и все остальные, здесь тоже много вариаций, как на этом можно заработать. Я выделила несколько, давайте мы сейчас про них более подробно поговорим. Первое – это создать свой бренд. Сейчас об этом многие грезят. Расскажу, какие там подводные камни. Работа по найму, фулл-тайм или удаленка, парт-тайм, по-разному бывает. Сейчас в связи с пандемией очень много появилось вакансий по удаленке и работы на фрилансе. Поэтому есть отдельно фриланс, потому что по найму и фриланс – это немножко разные вещи. По найму вы все-таки прикреплены к какой-то компании, выполняете ее заказы, а когда фриланс, то вы в вольном плавании, немножко разные вещи. И заработок на стоках. Давайте смотреть, что и что. Можно создать свой бренд, но здесь я всегда это повторяю и остаюсь при своем мнении, никогда его не меняю, что когда вы создаете бренд, вы становитесь не совсем дизайнером, вы становитесь предпринимателем. Либо вы должны войти в партнерство с кем-то, кто будет решать основные вопросы бизнеса. Потому что вам нужно будет решать юридические вопросы, вам нужно будет решать бухгалтерские вопросы, вам нужно будет решать вопросы с производством, с логистикой, с продажами. и на все это нужно еще будет откуда-то взять денег, поэтому свой бренд это скорее про предпринимательство, нежели про чистый дизайн, там намного больше функционала, и от дизайна там остается буквально вот столько, процентов 10-20, ну вот создание самой модели, ее отработка, красивые съемки, а потом это все уходит на производство, это все уходит на продажи, и это занимает львиную долю, потому что если то, что вы будете делать, не будет вам приносить прибыль, то соответственно недолго эта компания просуществует, это получается хобби, а не бизнес, тогда она не работает, здесь нужно именно вот это осознавать и это понимать, как создать коллекцию одежды, кто там задействован и так далее, у меня есть лекция, 19 этапов создания коллекции одежды, можете посмотреть ее, хотя бы, ну вот если вы не в этой теме, у вас появится понимание, как, что, где, какие специалисты, кто такой конструктор, технолог, кто вообще такой конфекционер и что это за должность, вот там все рассказываю, откуда брать тренды, посмотрите, есть еще полный курс там с большим количеством интервью интересных, оставлю ссылочку под видео, можете туда заходить и посмотреть. Итак, работа по найму. Что нас там с вами ждет? Ну ничего сверхъестественного, как и обычная, как правило, офисная работа, там есть свои жесткие регламенты, никакого такого болтания, валяния дизайнерам обычно в крупных компаниях не дают, вы становитесь винтиком в большом механизме, у вас есть четкие задачи того, что вы можете делать, здесь главное не попасть в то, что вы и швец, и жнецы, и на дуде, и грец, то есть вы будете делать работу и продукт-менеджера, и конструктора, и технолога, лучше искать те компании, где все-таки прописан функционал, и там вы четко будете это понимать. Идете на сайты поиска работы, которые актуальны для вашего региона, ну там вот по России, там это может быть Headhunter, да, в зависимости от того региона и страны, где вы проживаете, и смотрите работу дизайнера одежды. Что от вас требуется, можно разбирать в предыдущем видео, соответственно, отправляете туда свое резюме и идете согласовываться. Здесь, по-моему, очень простая такая схема, как составлять ваше портфолио, поговорим с вами в следующем видео. Тоже подготовил, было очень много вопросов. Вот, так что, мне кажется, здесь все банально, можно выбирать работу, там, будете вы работать из офиса, или будет у вас удаленка, это уже будете сами смотреть. Можно работать фрилансером. Вот это я выделила российские биржи фриланс, ну такие самые основные. Если вы еще на каких-то работаете, пожалуйста, поделитесь со мной в комментариях, я буду рада услышать ваши отзывы, с кем вы еще сотрудничаете. Я сотрудничала с YouDo, я сотрудничала с freelance.ru, с WorkZilla не сотрудничала никогда, хотя мне говорят, что там можно найти очень хороших исполнителей. Поэтому, ну вот, я общалась с этими биржами с двух сторон, я была как и заказчиком, так и исполнителем. И с фрилансом, еще я пробовала Upwork, это американская биржа, там тоже есть свои тонкости и нюансы, которые я хочу тоже рассказать. Когда вы переходите на фриланс, что вам нужно понимать и что вам нужно иметь? Многие думают, все, у меня достала работа, я больше не могу так жить, вообще это невозможно. Там начальник, там самодур или еще что-то, постоянно в этот офис, все, уйду, у меня будет, вот, буду лежать под пальмой и делать. Нужно понимать, что как только вы уходите на фриланс, никто вам стабильно платить вот эту денежку не будет, как при работе по найму, да, ну, хорошие компании, они каждый месяц, там раз в два месяца платят авансы, основную часть, то есть, ну, в общем, вам приходит регулярно какая-то сумма, здесь этого не будет. Сколько заработали, сколько потопал, столько полопал, как говорит моя бабушка. Вот, нужна денежная подушка перед выходом на фриланс, потому что заказов может какое-то время не быть, месяц не быть, два не быть, либо они будут, но небольшие, либо, например, один раз пришел заказ, вы сделали, потом его нету. Соответственно, нужно формировать денежную подушку, на которой вы сможете прожить, ну, хотя бы 6 месяцев, желательно 12. То есть, понимая, что вот, пока я нарабатываю себе базу, у меня есть деньги, на которые я буду покупать хлеб. Сами себе заказчики вам на голову не свалятся, их нужно искать. Это тоже полноценная работа, на которую нужно выделять первое время хотя бы 50% времени, потому что зарегистрировавшись на бирже фриланса, вы никто, вас никто не знает, даже если вы суперкрутой специалист, к вам пока отношение очень, ну, как бы, какой-то перец пришел, говорит, что он крутой дизайнер, а может быть, ну, вы обманываете, никто же не знает об этом. Соответственно, вам нужно нарабатывать себе имя, возможно, брать бесплатные заказы, быстро их делать, качественно выполнять, просить у клиентов отзывы. Практически на каждой бирже фриланса есть свой личный кабинет, куда вам, где вы списываетесь, соответственно, своим потенциальными заказчиками, куда вам будут отправлять отзывы. У вас формируется вот ваш рейтинг, по которому вас уже будут оценивать другие заказчики. Вот первое время нужно будет работать на рейтинг, не на деньги, а на рейтинг, хотя бы месяц-два для того, чтобы у вас вот это набралось. Это если с фрилансом вы связываете. Если вы связываетесь, например, с социальными сетями, то там тоже нужно ввести профиль. У вас, например, получается, вы завели Инстаграм, выкладываете туда свои работы, выложили там два десятка, красиво, все, и забыли. Нет, так тоже не работает. Инстаграм нужно ввести, ТикТок нужно ввести, Ютьюб нужно ввести. У вас постоянно должен быть новый, свежий контент, который вы будете обновлять, вы должны делиться, вы должны показывать. И вот здесь у дизайнеров очень часто возникают проблемы, потому что у меня тоже есть клиенты, с кем я работаю, и я не могу об этом рассказать. У меня подписан контракт о неразглашении. И все, и вот я не могу сказать, с какими фирмами, как и что. Хотя я прихожу в магазин и вижу свои работы, но сказать, что их сделала я, официально я не могу. И вот как хочешь вокруг этого пляши. Если еще нет опыта, можно отдельно создавать портфолио. Тоже поговорим отдельно про это. Поэтому фриланс это не расслабуха. Здесь есть два типа людей. Я отношусь к тому, кто уходит в работу с головой, меня оттуда надо выкорчевывать потом, потому что я очнулась в 4 утра, блин, а что спать надо? А есть, которые, наоборот, а, само как-нибудь. Вот и обе стороны плохи, потому что первые уходят туда так, что забывают о себе, вторые просто не имеют денег и возвращаются обратно в офис, говорят, что, ну, фриланс, такое дело, надо нарабатывать свою клиентуру. Долго? Ну, относительно долго, да? Ну, приблизительно где-то полгода это занимает для того, чтобы, ну, хорошо встать на ноги и получить нормальных клиентов. Иногда год. Ну, вот, чтобы прям вот понимать, что у вас будет регулярный доход. Правильное распределение финансов, да, чтобы вот каждый месяц на карту денежка не капает, а нужно как-то это распределять, чтобы у вас эта подушка всегда была. То есть чуть-чуть съели, потом ее восполняете, потому что, может быть, какой-то там длинный заказ или там не сразу оплатили. И, соответственно, понимать, на какой площадке вы работаете. Сразу много площадок у вас охватить не получится. Можно взять одну-две. Там нужно сидеть, там нужно мониторить, когда приходят новые заказы, сразу на них подаваться. Я пробовала, я говорю, с двух сторон. Вот, например, когда я как заказчик, я выкладываю задание, мне тут же, тут же сыпется, сыпется, сыпется предложение от фрилансеров. И вот среди вот этого разнообразия я уже буду выбирать какого-то исполнителя, который мне подойдет. По стилю или по тому, как он общается, по тому, как он быстро ответил, как он со мной. Вот это все. То есть на это прям закладываетесь. Не 10% времени, а первое время практически 50% времени на поиски заказчика. И очень качественное выполнение работы. Но это я даже не обсуждаю. Если вы уже говорите, что я как бы дизайнер, делайте хорошо и качественно. То есть работа должна быть сделана, не на, типа, ну как-то и так сойдет. Нет, она должна быть сделана качественно. Еще один момент, сейчас тоже очень популярный, это сайты. Их еще называют микростоками. Я думаю, что все знакомы, да, Shutterstock, Freepik, iStock, Design Bundles. Выбрала те сайты, которые максимально сотрудничают с векторами. То есть вы рисуете какой-то уникальный, как правило, вектор. У них на сайте это прописано в условиях. Загружаете туда, и его могут скачать, и вам за это будет какая-то денежка. Размер этой денежки, как правило, не очень большой. Может быть, там, ну, центов 10, иногда 18 центов. То есть, ну, сами понимаете, для того, чтобы на этом заработать, у вас должна быть прям мега хорошая база, и вы должны тоже этим постоянно заниматься, постоянно туда это заливать. Как пассивный доход не особо подойдет, потому что, ну, даже если вы залили 10 изображений, их 10 раз скачали, 10 центов на 10, вы доллар заработали, ну, как бы доход вообще отличный. Зато пассивный. В общем, думайте. Я их высветила, можете на них посмотреть. Ну, я думаю, что многие с ними сталкивались. Есть еще ряд сайтов, где можно делать вещи со своими принтами. Выбрала вам несколько, вы можете сходить посмотреть. Creative Market. В общем-то, это чаще все-таки зарубежный рынок, да, европейский и США. То есть, вы создаете какие-то дизайны, принты, и их можно распечатать на, соответственно, на каких-то вещах. Это могут быть кружки, это могут быть чехлы для телефонов. И, как бы, вот данный сайт помогает вам производить эти вещи с вашими принтами. Вот так он выглядит. То есть, там можно много всего интересного купить. Бикартель. Честно, я не общалась с этим, но вот по отзывам, потому что я посмотрела, один из таких ведущих сайтов в интернете, соответственно, вы тоже что-то свое создаете и накладываете на какие-то вещи, и потом можно это предлагать. Они притом предлагают производство, производственную мощность, что тоже очень актуально. Artishops. Тоже давайте просто их озвучиваю, посмотрите, кому вас заинтересует. С таким же функционалом можно туда зайти и свои принты распечатывать на разных вещах. Society6. Туда же, по тому же принципу, тоже печатает всякую красивую штуку. Zazzle. Здесь и визитки, и всякие милые штучки. Design by Humans. Популярный магазин, но вы понимаете, что вы там будете высококонкурентны. То есть, там почти 15 тысяч дизайнеров мировых представлены, то есть, со всего мира. Вы что-то свое создаете, получается футболки, они вам там предлагают эти основы, но как бы вы конкурируете с большим-большим количеством людей. И вот такие вещи, они очень хороши для людей, у которых свой яркий, уникальный стиль какой-то иллюстрации. Ну, это вот я скрин с сайта сделала, да? Для того, чтобы вот прям вот классно это показать и продать. Если вы работаете в какой-то, ну, не хочу никого видеть, то среднячковой теме, когда вот смотришь на картинку и непонятен, кто там автор, как там. То есть, таких авторов полно. Вы тогда, скорее всего, конечно, ну, пролетите. А если у вас есть четкое направление, например, вы рисуете трактора. Ну, вот условно. Вот вы рисуете в каком-то стиле трактора. И вот тогда имеет смысл на все это выкладываться и за вами, скорее всего, придут. Ну, в смысле, вот художники по принтам и по всему, вот Паттернбанк тоже как раз к этой же теме, он вот исключительно на принтах. И хорошо, когда ваши принты, они яркие, они уникальные, они ни на кого не похожи, еще при этом попадают в тренд. Например, вы можете специализироваться на детских принтах, на определенной тематике, там, акварельные детские принты, там, с мишками. Вот люди будут к вам идти для того, чтобы у вас заказать этих акварельных принтов, потому что это вы, потому что это вы будете ярко смотреться. Кому-то это подходит, кому-то не подходит. На Паттернбанке можно неплохо срабатывать, но у них есть условия, что принты должны быть уникальные, туда еще надо отбор пройти, отправлять туда несколько своих работ для того, чтобы туда попасть, постоянно обновлять работы. Есть, ну, как и на всех, в общем-то, сайтах, там надо обязательно считать условия пользовательского соглашения, что ты должен там уникальные туда делать элементы, и, соответственно, может многоразово покупаться вас принт или эксклюзивная лицензия уходить одному продавцу, тогда он его выкупает за какие-то деньги, там, то ли 100, то ли 200 фунтов, я не помню точно, надо смотреть, возможно, что-то поменялось, и после этого, соответственно, этот принт убирается с сайта, и больше нигде нельзя его использовать, у вас его выкупили. Многие условия не так, все как бы радужно, надо тоже работать, это не пассивный момент. И, наверное, такое напутствие, вот у меня сейчас есть студенты, которые устраиваются на работу, и то, что я всегда говорю, не бойтесь услышать «нет». Если вы идете куда-то на какую-то вакансию, вы понимаете, что у вас еще не хватает опыта, вот как я показывала, там нужно 3 года опыта, вот у всех 3 года, а вот ты вышел только из института, у тебя его просто нет, ну откуда эти 3 года взять? Идите, идите, пробуйте. Вам скажут 100 раз «нет», один раз «да», и вы попадете туда. Я тоже была новичком, который просто пошел на пролом. Но не бывает так, что вот не было у меня таких связей, чтобы у меня кто-то пришел, вот смотрите, хорошая девочка, возьмите ее, она там такая-то, такая-то. Нет, я просто шла на собеседование. Ну, HR иногда отсеивают, да, вот там нету опыта. Ну, ничего страшного, не имеется значения там, не полный возраст, ну, опыт он, конечно, имеет, но если у вас хорошее резюме, хорошее портфолио, ну, вам дадут немножко меньше денег, да, потом это можно будет переобсудить, или поработать год в компании, перейти в другую, у вас уже будет какой-то опыт. Поэтому здесь надо, конечно, понимать и не бояться, нет, и вообще считают, как такое боевое крещение, когда ты идешь, и тебе говорят, нет, 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 ты получаешь отказы, иногда просто не отвечают, можно тогда позвонить, HR-у спросить, а, собственно, там, да, нет, но вы хоть ответьте. Шикарный опыт, самый презентации, надо его обязательно пройти и не бояться. Вот такие варианты заработка, как дизайнеру одежду, я выделила и предлагаю. Это все варианты не посидеть на пляже, отдохнуть, а именно поработать и заработать за это деньги. Для того, кому интересно, можно зарабатывать и за рубежом, но нужно знать язык, соответственно, потому что заказчикам надо общаться и как-то с ними разговаривать. Какой вариант выбираете вы? Все-таки это работа в крупной компании по найму, в создании своего бренда, или вы хотите попробовать микростоки, расскажите мне, пожалуйста, и будет очень интересно это услышать. А на этом все. В следующий раз мы поговорим с вами о том, как создать портфолио дизайнеру одежды. Все, пока-пока!